К нашему эфиру присоединяется военный обозреватель Денис Попович. Денис, приветствуем вас на Афридом. Доброе утро. Доброе утро. Денис, давайте вот с вашей помощью прокомментируем слова Залужного о следующем годе. Сейчас происходит такое со стороны ВСУ целенаправленное и методичное уничтожение сил противника. Откуда Россия берет резервы? Это происходит с других направлений или это поставки, так сказать, свежих мобилизованных с тыла с территории России? Как, по-вашему, будет развиваться ситуация, ну, по крайней мере, в первые месяцы нового года? Ну, и оттуда, и отсюда они берут резервы. Это как переброска с других направлений фронта в меньшей степени, так и черпают резервы из тыла в большей степени. Мы знаем о том, что в России так или иначе происходит частичная мобилизация, и, в общем-то, это обеспечивает достаточно постоянный приток так называемых добровольцев, которые заманивают в армию Российской Федерации за счет финансовых вливаний. То есть это как единоразовые выплаты со стороны государства, местных властей, которые образуют достаточно существенную сумму, которая выплачивается сразу же, плюс посулы за участие в так называемой специальной военной операции в размере порядка 200 тысяч рублей в месяц. Но многие не успевают их получить, поскольку попадают на фронт и сразу складывают голову. Но так или иначе это, в общем-то, помогает выбирать людей, особенно из глубинки. То есть мы знаем о том, что в крупных городах, в богатых городах Российской Федерации, там таких, Москва, Санкт-Петербург, там меньше внимания к так называемой частичной мобилизации. А люди идут как раз из глубинки. То есть это там Урал, Якутия, Тува, вот все эти места, где народ отягощен кредитами, финансовыми проблемами и отсутствием работы. Поэтому за счет этого людского потенциала удается обеспечивать, в общем-то, преимущество в живой семье. Денис, и опять же, если говорить о той пресс-конференции, достаточно резонансных, много было сделано заявлений. В Деевке и Маренко самые-таки, наверное, наиболее обсуждаемые сейчас на фронте точки. Какова там сейчас ситуация? Опять же, есть ли какие-то возможные изменения? Какова тактика противника? Есть ли дополнительные какие-то сейчас подвозки личного состава техники? Ну, тут больше, чем Валерий Залужин сказал, я не скажу. То есть, по поводу Маренки, он выспался достаточно вчера конкретно. И ранее, до его слов, речь шла о том, что Маренка фактически, мягко говоря, превращена в серую зону. И оттуда большую часть этого населенного пункта заняли российские войска. Это объясняется тем, что они просто сравняли Маренку с землей. То есть там уже не гора, не город, а горы щебли вместо него. Вот сейчас видны кадры. Тут, в общем-то, как бы и зацепиться больше не за что в этом городе. Ну, выжженная земля практически, лунный пейзаж. А в такой ситуации нужно сохранить жизнь военнослужащих и отступить на заранее подготовленные позиции. Вчера Валерий Залужин сказал, что линия обороны готовится по окрестностям Маренки, по окраинам этого города. Достаточно важно будет не пропустить противника на Курахово и на Угульдар. То есть это вот следующие пункты, на которые противник постарается наступать. Что касается Авдеевки, то же самое Валерий Залужин сказал. И ранее не исключался тот факт, что противник удастся окружить этот город. Ну, может удастся, может получиться окружить этот город. Почему? Потому что все его наступательные действия под Авдеевкой связаны именно с окружением Авдеевки. Но вчера Валерий Залужин назвал, в общем-то даты, это 2-3 месяца, в течение которых, возможно, вооруженные силы Украины могут отступить из этого района, в том случае, если возникнет необходимость сохранить жизнь солдат. То есть тут точно так же главнокомандующий ВСУ сказал. Единственное, что можно добавить, это о том, что время от времени начали появляться сообщения о том, что на некоторых направлениях, вот это вот Авдеевского театра боевых действий, Авдеевской арены, противник начал отказываться штурмовать. Проверить сообщения я пока не могу, но они начали появляться. Если это так, то, в принципе, сказывается мой прогноз, который я там делал и в эфире вашего телеканала, и на других платформах, на других СМИ о том, что противник так или иначе будет сказываться, будет сталкиваться с низким морально-посредственным состоянием своих войск. Почему? Потому что постоянно атаковать по трупам нет никакой возможности. Посмотрим, будут эти факты подтверждаться. Денис, мы сегодня будем говорить более подробно об этом. Хотелось бы и с вами затронуть эту тему о том, что российские сушки достаточно часто сейчас падают. О чем это говорит? Это работает западная коалиция ПВО. То есть, если мы говорим о ПВО, то в большинстве случаев говорим о защите тыла. Но, насколько я понимаю, защита фронта тут также работает. И это как результат именно противовоздушной обороны Украины, сил обороны Украины, так? Ну, если буквально месяц назад я бы сказал, что у нас недостаточно комплексов ПВО для того, чтобы, в общем-то, пытаться защитить линию фронта, то сейчас, очевидно, с работой коалиции ПВО появился какой-то очень хороший дальнобойный комплекс, который сейчас работает на южном направлении. Я с вами не согласен с тем, что задача ПВО защищать только тыл. Задача ПВО защищать и тыл, и войска, которые находятся в обороне наступления. Для этого есть различные заинтересные комплексы, которые для этого предназначены. То, что сейчас происходит на юге и в прифронтовых регионах, и в приграничных регионах, мы видим, что постоянно противник старается воздействовать и на приграничные районы, и на позиции наших войск прифронтовых регионах, в том числе на юге, с помощью корректированных авиабомб, которые запускаются из истребителей и бомбардировщиков Российской Федерации, которые находятся за пределами действия нашей ПВО. И это большая проблема, почему? Потому что эти бомбы, они достаточно мощные. И, может быть, они не всегда точны, но за счет их количества, за счет разрушительной мощи достигается эффект определенный, который представляет проблему для наших военнослужащих. Этот хороший комплекс ПВО сейчас делает очень главное, самое основное, он сбивает носители. То есть он уничтожает самолеты, которые являются носителем этих корректированных авиабомб. В пятницу мы видели уничтожение двух сушек в Су-34-х. В воскресенье, если не ошибаюсь, лег в Су-34-х и Су-30-х. То есть вот этот вот комплекс ПВО действует. И рано говорить о том, что противник откажется от своей практики забрасывания кавами наших позиций. Но вот я думаю, что появление этого комплекса ПВО заставит летчиков крепко задуматься о своих перспективах подобных вылетов. Да, очевидно, что нашли управу именно бить по носителям. И это в определенной степени касается именно нашего плацдарма в районе Крынок. Там несколько дней после этого удара не было обстрела наших позиций кабами. И насколько повлияет эта ситуация с сбитыми российскими самолетами на защиту этого плацдарма? Ну, я думаю, противник будет искать возможность для того, чтобы возобновить удары кабами. Почему? Потому что это его достаточно действенное, эффективное оружие, которое до сих пор действует, к сожалению, для нас достаточно методичный без отказ. Поэтому я еще раз хочу повторить, что утверждать, что противник откажется полностью от этой практики, я бы не стал. Он будет искать новые подходы и новые технические приемы. Однако, безусловно, скажется, я еще раз хочу повторить, что появление этого комплекса ПВО заставит летчиков Космических сил Российской Федерации задумываться над своей перспективой при вылете на эти районы, на эти бандошки. Поэтому здесь очень важно, чтобы у этого комплекса ПВО был достаточный безопас для того, чтобы продолжать свое воздействие. Ну и продолжая тему уничтожения причины, а не симптомов, как врачи бы сказали, к самой, наверное, резонансной теме вчерашнего утра, уничтожение корабля десантного Большого Новочеркасск, от него ничего не осталось. Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки сервиса Planet.com до и после ракетного удара ВСУ. И, судя по этим фото, в порту Феодосии утонул еще один корабль. На снимке второе судно обозначено желтым прямоугольником. Под данным журналистов еще один затопленный корабль. Это старое учебное тренировочное судно УТ-150. Стояло оно в порту по меньшей мере с 2007 года. Очевидно, не так, наверное, активно использовалось, как Новочеркасск. Говорят, на нем мог быть огромный груз именно боеприпаса. Вот по поводу прекрасной работы на море, по поводу нее, что скажете, какие тут могут быть последствия? Действительно, что мог перевозить этот корабль? Ну, есть разные версии. От какого-то запаса шахедов до ракет-калибр и запаса какого-то корректируемых авиабунтов. Вот этот большой десантный корабль Новочеркасск, он был встроен в систему российской логистики. Он перевозил груз. И судя по мощному взрыву, который мы вчера видели на видео и на фотографиях, там действительно ничего не осталось. Там, в общем-то, глупо было предполагать, что этот корабль возможно восстановить. Даже была информация о том, что вследствие взрыва обломки этого корабля разлетелись по всему городу Феодосия. То есть куски металла находили далеко от порта. Поэтому корабль, очевидно, превращен просто в обломки. Что это может означать? Ну, прежде всего, прямое назначение большого десантного корабля – это десантирование на сушу подразделения морской пехоты, техники и военнослужащих. То есть сейчас эти возможности еще сильнее уменьшились. То есть мы помним предыдущие успехи нашей армии в уничтожении именно этого типа кораблей. То сейчас количество БДК в составе российского черно-городского флота еще сократилось. То есть, в общем-то, эта потеря невосполнима, потому что корабли этого типа строились когда-то в Польше, на верфи к Даньске во времена советского лагеря, во времена существования Советского Союза. И трудно предположить, что поляки на сегодняшний день согласились бы таким образом помочь Российской Федерации воссоздать их запасы. Я это с сарказмом говорю, то есть мы прекрасно понимаем, что поляки этого делать не будут. Поэтому уничтожение этого корабля – это невосполнимая потеря для Российской Федерации. Плюс, как я уже говорил, он встроен в систему логистики, был встроен. Поэтому, в общем-то, логистические цепочки также будут нарушены. Что касается ситуации на Черном море в целом, то она уникальна. То есть не имея никакого достойного внимания плавсостава военно-городских сил Украины, он совершенно, в общем-то, был несравним с возможностями Черноморского флота Российской Федерации. На сегодняшний день в результате удачных действий наших военнослужащих и ВМС, и вооруженных сил Украины, и авиаторов, и ракетчиков, и дронщиков, которые запускали безэкипажные морские дроны по объектам Черноморского флота Российской Федерации, по кораблям ЧФРФ, Черноморский флот РФ практически деклассированный. То есть на сегодняшний день он не выполняет своих прямых функций. И мы даже видим, что он не запускает даже ракеты, перестал запускать даже ракеты по территорию Украины. Поэтому это победа на море. То есть мы можем сколько угодно обсуждать боевые действия на суше, но то, что на море, по сути, на сегодняшний день мы одержали прекрасную победу, это факт. Денис, возможно, поэтому не используется фактически по назначению, не использовался уже в прошедшем времени, можно сказать, в Новочеркасске, именно как десантный корабль, и его просто приспособили под перевозку грузов. Ну как так вообще получилось? Что уникальный корабль перевозок грузов? Десант невозможен на сегодняшний день на территорию Одесской области. Мы же, прежде всего, говорим про Одесскую область. Почему? Потому что изначально он переполагался. Планы, очевидно, до сих пор такие есть. Не думал, что никто отказался. Практических реализаций невозможно. В общем-то, об этом стоило бы забыть после освобождения острова Змеина. Сейчас, когда плавсостав Черноборского флота сокращается именно в отношении больших десантных кораблей, реализация этих планов, в общем-то, в принципе, ушла за горизонт, если можно так выяснить. Денис, ну и в продолжение темы. Ну вот если не по назначению БДК используют, то есть используют их просто для перевозки грузов, то есть это некое дополнение к общей логистике оккупированного Крыма, то уже напрашивается вопрос, а что, Крымский мост не справляется? Или все-таки россияне опасаются, что это следующая цель для наших ракет? Ну и то, и другое. На самом деле нет ничего удивительного в том, что БДК может использоваться как средство для перевозки грузов. То, возможно, у него прямое назначение. Вот одно из его назначений. Я тут не вижу ничего удивительного, почему бы россиянам не дополнить возможности так называемого Крымского моста еще и перевозками по морю. Однако тут вы правы, есть опасения у русских в том, что Крымский мост может быть уничтожен. В общем-то, как бы наше руководство этого не скрывало, и были многочисленные заявления о скором уничтожении так называемого Крымского моста, который они расследили с практикой. Плюс ко всему мы помним, что сейчас Российская Федерация пытается создавать альтернативные маршруты, по так называемому сухобутному коридору, мы слышали о том, что они скрывают железную дорогу. То есть они держат в уме возможность уничтожения так называемого Крымского моста. Вот, в общем-то, как бы дополнительная логистика и создается. Хочу еще с вами на тему, о чем говорил Валерий Залужный и президент, в том числе, в своем одном из последних видеосообщений, продолжить тему миллиона дронов в следующем году. Вот как, по-вашему, вот эта цифра сможет, мы уже говорили неоднократно, о перевесе россиян в воздухе в плане дронов. Сможет ли эта цифра, ну, хотя бы позволить украинской армии достичь паритета в воздухе, в разведке, в контрбатарейной борьбе? Ну, это зависит от дальнейших действий Российской Федерации. То есть, если Российская Федерация будет наращивать свои силы в плане производства дронов, тогда достичь этого паритета будет сложнее. Плюс ко всему, когда мы сможем достичь цифры в миллион дронов, да, вот эта, которая озвучилась неоднократно, тоже большой вопрос. Поэтому ответить однозначно на ваш вопрос крайне сложно было бы. Другое дело, что миллион достижим, в принципе, это да. Но как скоро это будет сделано, нужно будет смотреть. Ну, вот мы сейчас говорим о том, что сократился срок от производства или поставки БПЛА до их появления на фронте. Даже прозвучала такая фраза, что да, исключаем процесс испытаний, испытывать уже будем просто на фронте. Вот по вашим наблюдениям, насколько сократился этот срок от появления дрона, в том числе и отечественных, до их поставки на фронт. Достаточно сложно, опять-таки, на этот вопрос ответить. Почему? Потому что вы только что упомянули организационные мероприятия, которые позволили бы сократить этот срок. Однако тут очень многое зависит от того, насколько быстро они доставляются. То есть вот кто-то изготовил дрон, передал на склад, и как быстро со склада эти дроны появляются в распоряжении вооруженных сил Украины. Эти сроки различные, то есть многое зависит от самой логистики. Денис, спасибо, что нашли время присоединиться к нашему утреннему эфиру. Я напомню нашим телесрителям, военный обозреватель Денис Попович был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»